всем привет в этом видео я хочу поделиться своим подходом к решению задач на динамическое программирование которые с которыми многие люди в принципе испытывают некоторые проблемы потому что в целом в интернете видео про то как решать депи задач депи задачи не очень распространены а те которые там есть они на мой взгляд недостаточно хорошо объясняют как решать депи задачи в целом то есть они говорят вам что как решить конкретную какую-нибудь задачу типа там этим distance например и они решают эти задачи с помощью составления некой магической матрицы которая непонятно откуда взялась и соответственно вы не можете потом этот же подход применить другим задачам подход который использую я и в целом решается практически 90 процентов всех депи задач которые я видел есть некий процент задач которыми надо подумать но большинство из них принципе не отличаются друг от друга необычно я надеюсь получится это показать в этом видео в описании задачи обычно уже заложен ответ собственно на ту задачу которую мы решаем просто нужно некоторое количество практики чтобы научиться этот ответ видеть и соответственно я сейчас постараюсь показать подход но при этом те кто смотрит это видео должны понимать что просто зная подход задачи решать не научиться нужна некая практика то есть из моего опыта вы прорешаете 20-30 депи задач и после этого вы скорее всего поймете идею и уже он тот шаблон мой будет и не нужен и вы самостоятельно сможете все решать вот таким образом давайте приступим чтобы не терять много времени и давайте попробуем разобрать как решать задачи анонимическое программирование с помощью достаточно распространенной задачи которая называется best time to buy and sell stock а на самом деле вариации этой задачи довольно много я взял такую средненькую версию по сложности этой задачи но в целом когда вы поймете идею скорее всего вы любую задачу на любую похожую задачу вы сможете решить давайте я быстро расскажу вам про условия условия собственно выглядит так собственно вам дан массив прайсис и в этом массиве по сути каждая ячейка это какой-то отдельный день и цена кого-то стока в этот день и соответственно вы можете сток либо купить его продать определенный день и также они говорят что за каждую транзакцию вам полагается заплатить комиссию то есть transaction fee и все собственно больший счет особо знать не надо и следующий параграф нам говорит о том что мы должны найти максимальный профит который мы можем получить и что мы можем сделать сколько угодно транзакции сколько нашей душе угодно вот таким образом что нам как подойти к решению этой задачи во-первых с дипе как я уже говорил начали обычно в этих задачах сейчас скажем так люди говорят о том что нужно некая создать некоторым матрицу и потом по ней каким-то магическим образом пройтись и получить клиентом опять же магическим образом ответ этот подход хоть и работает он не очевиден то есть вы не можете найти патерна типа конкретной задачи какую нам матрицу или таблицу нужно составлять и я агитирую за то чтобы вообще говоря забыть про то что есть таблица существует потому что таблицы в задачах на дипе они вторичны а сконцентрироваться собственно том что у нас говорится в описании задач а в описании задачи говорится что у нас есть массив с ценами и что мы можем стоки покупать или продавать каждый раз к нам покупаем или продаем мы платим транзакции давайте переключимся в терминал и запишем это то есть какие опции у нас есть здесь напишу повыше у нас есть опции первое мы можем купить сток какой-то определенный день а понятное дело если мы его до сих пор не купили или мы можем продать сток естественно если у нас есть и фиду сток и при этом задача говорит еще что где-то мы должны заплатить transaction fee не говорится где именно мы его заплатить можем но давайте скажем что мы когда допустим покупаем сток мы платим transaction fee а когда продаем соответственно не платим и transaction fee у нас фиксированная она нам задается в параметрах то есть это то что мы можем сделать и задачах на дипе на самом деле нужно сконцентрироваться именно но на каком-то рекурс рекуррентном соотношении да скажем так то есть у нас есть при кондишен какой то что мы пришли определенный день и мы хотим сток либо купить либо продать у нас два выбора есть мы ничего больше сделать и мы как бы считаем что у нас есть контракт что до этого мы тоже все сделали правильно там купили или продали чего-нибудь и я предлагаю это записать виде рекурсивного соотношения фактически у нас получится такой давайте давайте назовем функцию теперь просто чтобы не придумывать какое-нибудь имя она будет возвращать интеджер я потом объясню почему и соответственно на каждой мы говорим о том что на каждом вызове этой функции мы находимся в какой в каком-то дне я назову эту позиция массив прайсис и давайте пока там еще будет еще один аргумент давайте пока сконцентрируемся на том что мы в принципе делаем то есть у нас есть две возможные ветки которые мы можем инициировать с этой позиции то есть мы говорили уже о том что мы можем продать стоп если их их австок а потому что иначе бы ничего продать не может продать когда мы продаем сток это значит что мы получаем какую-то прибыль и вы по сути переходим на следующий день то есть это значит мы идем диппос плюс один и мы получаем некую некую прибыль давайте я сразу обозначу это вот так вот потом объясню опять же почему прайсис позиция то есть мы идем вглубь нашей рекурсии точнее мы идем в следующий день и так как мы продали сток мы получаем какой-то профит и потом дальше мы в следующем не тоже можно получить или не получить профитит к тому что мы там получили мы прибавляем цену столько на текущий день потому что мы собственно его продали или мы можем купить сток на их то есть опять же мы идем в позицию мы идем в следующий день и если мы покупаем сток то мы соответственно теряем деньги правильно то есть мы теряем количество денег соответствующие прайси позиции и мы еще теряем фи которые мы заплатили пока что это еще не решение но мы просто обозначаем то что мы хотим делать и теперь у нас есть как вы видите тут еще одна штука которую мы не обработали то есть мы должны знать если у нас сток на руках или столько на руках нет и я это обозначу как переменная бот которая будет bull то есть если бот у нас true значит что мы купили сток и он у нас есть на руках если он false то это значит что мы ничего не купили и соответственно на руках у нас ничего нет и тут осталось чтобы все стало чуть-чуть покрасивее добавить условия то есть если у нас бот труп тогда мы можем чуть продать что мы купили а мы чет купили точнее да в противном случае мы можем что-то купить и на самом деле мы не обозначили третью опцию мы можем не делать ничего то есть пойти просто в дипе и пост плюс один и делать ничего не получить никакой профит да то есть это примерно те бранчи которые мы на каждой в каждом нашем дне мы приходим в какой-то определенный день или и мы принимаем решение либо мы сток покупаем либо мы сток продаем либо мы не делаем ничего и теперь нам собственно осталось в целом то просто сложить из этого решения то есть во первых как любой риск рекурсии нам важен base case то есть если позиция у нас равна длине массива прайсис мы возвращаем 0 потому что тут мы собственно возвращаемся к тому что я не объяснил это значение которое возвращаем то есть допустим мы принимаем контракт что из каждого дня мы возвращаем максимальный профит который мы можем получить придя в этот день с вот такими-то условиями то есть условия у нас фактически только одно купили мы что-то или нет и понятное дело что мы если вышли за границы массива прайсис у нас там ничего не осталось и максимальный профит который мы из этого можем получить он понятное дело мы теперь что же нам нужно сделать чтобы получить чтобы вычислить максимальный профит из того что у нас если у нас короче мы не вышли еще за границы массива а давайте сразу же переменную макс профит 0 потому что ну понятное дело в худшем случае мы не получим никакого профита не делая ничего на и теперь важный момент как я уже сказал мы считаем принимаем что у нас от функции от рекурсивного вызова функции дипи есть контракт что мы каждый раз возвращаем максимальный профит то есть вот каждый из вот этих вот вызовов возвращает максимальный профит который мы можем получить фактически на следующий день да и тут я еще забыл одну вещь сделать то есть если мы продаем мы должны бот выставить в холст потому что нас больше ничего не куплено да если мы покупаем мы должны выставить его в труб потому что у нас что-то куплено если же мы не делаем ничего мы его должны оставить таким как есть и теперь собственно что осталось это понятное дело что у нас есть три ветки и каждый из этих веток возвращает максимальный профит который мы можем получить в этой ветке соответственно чтобы получить максимальный профит в этот день мы должны принять к рассмотрению все возвращаемые значения из всех трех веток и выбрать из них наиболее оптимально то есть чтобы показать это в виде кода мы собственно на каждом шаге мы вычисляем максимальный профит то есть мы обновляем значение max profit с максимальным профитом который мы получаем из бранч и дальше плюс как коррекция цены коррекция профита исходя из того что мы сделали если мы купили что-то соответственно мы получаем дополнительный профит как вот в этом случае да если же мы продали что-то нет наоборот если мы что-то продали мы получаем профит потому что получаем деньги когда мы продаем если мы что-то купили соответственно мы деньги тратим как как вот в этом случае и далее собственно остается только принять к рассмотрению третью ветку которая по сути говорит о том что мы что будет если мы не делаем ничего и осталось только вернуть макс профит и по сути вот это уже является решением то есть то что нам осталось сделать это нам нужно только вернуть дипи от нуля и фолс то есть мы начинаем с положение когда мы находимся в налевом дне и когда у нас когда вы еще ничего не купили соответственно это репурсивное решение этой задачи она уже будет работать дайте мне только секунду чтобы проверить что он точно работает что я ничего не упустил так но работает на минимальном тест кейсе она если мы попробуем засубмитить его на лид коде это решение то она выдаст тайм лимит их сидит потому что она понятное дело что тут рекурсия да так и есть у нас прошло с помощью такого решения 1944 4 4 тестов дальше уже пошли в него большие тесты она в нем свалилась соответственно это уже уже почти дипи решения как видите никаких таблиц я здесь не составлял ничего не делал такого магического то есть я просто сделал то что сказано условия задач а именно я либо продаю сток либо покупаю сток либо не делаю ничего что в принципе максимально логично и никакой магии тут нет а далее что нам нужно тут заметить нам нужно заметить что по факту мы из каждого вызова наши рекурсивной функции делаем еще три новых вызова правильно и по сути у нас получается что полное дерево рекурсии у нас будет очень большое и нам нужно будет выходит 3 в степени n итерации чтобы затраверсить все дерево рифку рекурсии что в целом очень много то есть нам нас такое не устраивает и чтобы это все работало нужно сделать еще одно небольшое нужно заметить еще одну небольшую вещь мы замечаем то что у нас по сути каждый вызов функции дипи он имеет два параметра позицию и некий параметр бот который был и по сути возможные если мы представимся все возможные значения вот этих вот параметров этой функции получится что их всего 2 умножить на n то есть позиция от 1 до n и вот у нас true или false и соответственно если мы делаем 3 в степени n вызовов очень большая вероятность что почти все из этих 33 в степени n вызовов будут повторяться точнее все будут повторяться и очень часто потому что возможных значений аргументов у нас всего 2 умножить на n и тут возникает идея что а разве может такое быть что мы функцию в разных условиях вызываем с одними и теми же параметрами и она возвращает разный результат и очевидно ответ что нет такого быть не может и поэтому нам мы можем спокойно кэшировать вызову этой функции то есть если мы еще раз вызываем функцию с такими же параметрами у нас нет оснований полагать что эта функция выдаст другой результат соответственно мы просто кэшируем ответ и чтобы сделать это все быстрее короче питание есть очень клевый хак ну никак не знают на самом деле валидная штука в языке что мы можем запишировать вызов функции если там имитабельные переменные в параметрах стоят с помощью декоратора эллию кэш и мы передаем ему аргумент нам значит что у нас размер этого кэша не ограничен что в принципе логично и вот это уже будет на самом деле теперь решение то есть что я хочу чтобы тут вы заметили что на самом деле это уже является решением да то есть у нас это уже является теперь решение и никакой магии мы при этом не сделали мы не составляли никаких таблиц мы не составляли не знаю никаких матриц мы не приходили к какой-то сложной идеи о том как нам вообще эту задачу решать просто записали то что у нас выдалось в условии и от часа на лид коде попытался это решение применить и она отлично сработал она была принята онлайн судьей вот и такое решение как мы сейчас сделали это называется топ-даун решение топ-даун значит что мы фактически у нас есть рекурсия есть код дерева рекурсии поэтому дереве дереву рекурсии просто спускаемся вниз правильно и да и по сути мы возвращаем ответ снизу вверх точнее мы идем сверху вниз и ответ возвращается внизу вверх и что топ-даун решение это всегда рекурсия вот она я бы сказал что в большинстве случаев интервьюер на интервью это решение примет тем не менее есть другой вариант решения этой задачи в котором как раз уже присутствует некая типа таблица который называется bottom-up решение и на самом деле если вы пользуетесь не питоном то топ-даун решение она тоже будет содержать в себе некую таблицу потому что ларью кэш декоратором конечно делать жизнь удобнее но он не во всех языках есть то есть обычно если у вас такой конструкции в языке нет вы что сделаете вы создадите какую-то таблицу в которую вы будете в которой вы будете кэшировать результаты вызова этой функции то есть у вас получится что-то типа у вас позиция у вас будет таблица размером n на 2 то есть допустим не знаю в строках будет будут дни а стал и будет нет до строков будут что-то допустим будут не да и будет две строки вот и не под соответственно и вы просто таблицу заполняете если в этой таблице что то есть то соответственно в это значение используете в качестве этого за кэшированного значения вызова этой функции вот но как я уже сказал в питоне все немножко проще и это наверное скорее хорошо чем плохо потому что питон для интервью как раз очень удобный язык потому что вы не пишете много большое количество бойлер play кода ладно теперь давайте попробуем рассмотреть bottom-up решение то есть это было потом решение теперь давайте попробуем сделать bottom-up и тут я покажу на самом деле что имеет top-down решение bottom-up решение сделать очень легко давайте сначала так в топ-down решение у нас рюкаш уже не подойдет давайте мы создадим массив который назовем дипи также и в этом массиве дипи у нас будет по сути то есть как я уже сказал по ну условно по горизонтали у нас будет сейчас нет по вертикали у нас будет бот или не бот то есть две колонки да ладно сложно сообразить что в этом случае считать по горизонтали а что по вертикали но допустим у нас вот прайсис у нас есть пример прайсис вот такой да давайте в день запишу прайсис у нас вот такой вот да соответственно мы создаем массив такой то есть дипи у нас будет выглядеть как то вот так вот то есть допустим и его так что я сделал мы его допустим заполняем так мой сошел с ума заполняем сейчас будут две колонки бот и не бот и будут по вертикали соответственно что-то соответствующая позиция в массиве прайсис то есть нас позиции 0 1 2 3 4 5 6 и тут шесть позиции то есть дипи вот этот таблица кэширования грубо говоря нас будет выглядеть примерно так и давайте сразу тут заполним то есть это у нас будет 0 0 и сделаем плюс один на самом деле тут то есть у нас дипи будет на на один больше я позже объясню почему на нем больше и теперь как мы собственно говоря будем переделывать решение который на стоп даун в решение которое у нас ботом а делается это максимально просто то есть по сути нам нужно перебрать все значения все значения с которыми мы можем вызвать вот эту функцию дипи да и что мы тут видим то есть понятное дело что у нас позиция от 1 до n и вот у нас может быть true или false и мы обычно тут в вот этих вот вот в этих двух строках в трех вот это раз два и три мы обычно обращаемся к значению в следующей позиции и связи с этим нам понятно что чтобы нам знать вычислить значение в этой позиции нам нужно уже вычислить значение в следующей позиции и таким образом что мы делаем мы делаем цикл for по всем позициям и мы проходимся в обратном порядке по всем позициям массиве прайсис таким образом мы гарантируем нам что если мы считаем значение для текущей позиции для следующей позиции она уже лично и теперь идея в том что мы на самом деле можем просто скопировать вот тот код который у нас уже был ну и понятное дело что у нас нужно еще есть параметр бог по которому мы тоже должны проитерироваться вот и допустим давайте в пол стру сделаем и тут надо еще один отступ добавить теперь что тут не будет работать не будет работать тут то что у нас мы собственно вызываем функцию депи который больше нет и чтобы нам от пофиксить мы соответственно просто вызову функции депи заменяем на обращение к нашей таблице депи которую мы создали который мы уже знаем что уже все предвычислено сейчас я быстро это исправлю так и вот здесь последний вызов функции депи последний вызов функции депи и а что еще ему не нравится на секунду а и max profit надо понятное дело что за define то есть max profit у нас равно 0 и теперь вместо ретерна который вот здесь был вот здесь был ретерн понятное дело что возвращать нам нечего но вместо ретерна мы просто теперь заполняем значение вот эта таблица депи то есть делаем по сути аналогичную операцию так нет депи и счет у нас позиция и вот равно max profit все то есть мы по сути сделали то же самое что мы сделали в рекурсивном вызове функции при этом использую использовали значение от якобы других конкурсивных вызовов функции которые нас якобы закешированы в этой таблице и осталось проделать точно такую же операцию которую мы делали в топ-даун решение это по сути мы вернули значение депи 0 false теперь мы вместо возвращения этого значения депи 0 false мы вернули вместо вызова рекурсивного вот эта функция депи 0 false мы вернули типа закешированное значение из вот этой таблицы которая у нас получилась вот и все это получилось bottom-up решение bottom-up оно потому что мы фактически проходим наше дерево рекурсии которое у нас было до этого мы его проходим не сверху и потом возвращаем вверх результат а мы сразу начинаем грубо говоря с самого низу этого дерева и вычисляем значение все ближе и ближе к корню дерева пока мы не придем собственно корню и не получим ответ все то есть вот это все депи и именно в таком варианте она решается для большинства депи задач еще раз проитерирую потому что я говорил до этого что мы делаем мы смотрим на задачу на депи задачу обычно если у вас достаточно большое количество практики в решении депи задач то вы сразу же по условию видите что это депи задачу то есть вам говорится в первом параграфе вам говорится что вы должны каждый день делать то есть вы у вас есть массив с прайсами и вы получается можете стоки продавать или покупать все просто и следующий абзац говорит вам что нам нужно найти на самом деле максимум профит что тоже в целом указывает явно на то что это теперь задача и чтобы решить эту задачу вам в принципе даже думать не надо вы просто записываете условия как есть то есть вы записываете рекурсию то есть на каждом дне я делаю вот это покупаю или продаю сток соответственно делаете так чтобы ваша рекурсия была правильной в том плане что у вас есть какой-то контракт что если вы пришли в какой-то день вы действительно можете эту операцию сделать то есть ли вы продать сток либо купить сток либо не знаю какой-нибудь другой задача может быть что другое и после этого вы определяетесь опять же с контрактом того что вы возвращаетесь этой функции то есть очевидно что в этом случае возвращаете максимум профит и соответственно делаете так чтобы у вас при следующем вызове этой функции также был максим также получился максимум профит и на этом у вас уже есть бак трек решение которое обычно не оптимально потому что она траверс все дерево после этого вы видите что у вас есть какие-то аргументы у этой функции которые в принципе все возможные комбинации этих аргументов дают конечный сет значений то есть данном случае таких значений этой функции вот это может быть но есть быть точно 2 нужно потому что второй аргумент по сути 0 или единичка и вы кэшируете эти значения и на этом вы получаете уже топ-даун решение то есть такое решение какое вы видите вот тут дальше из этого топ-даун решение чтобы получить bottom-up решение вы создаете таблицу в которой по сути есть все возможные значения ваших аргументов то есть не знаю всего два аргумента у вас будет двумерная таблица по оси x у вас будет одно по оси y другое соответственно вы можете с помощью обращения там по двум индексом получить нужное вам значение и если у вас три аргумента будет например то вас получится трехмерная таблица но и так далее но больше трех обычно не бывает уже там есть более интересные случаи когда у вас один из аргументов это какая-нибудь бит маска или еще чего-нибудь но пока мы это не трогать то есть я может быть следующих видео расскажу про такие задачки потому что их несколько есть но как я уже сказал 90 процентов задач решается именно вот таким подходом и дальше дальше чтобы получить bottom-up решение вы соответственно просто создаете таблицу и по сути вы перебираете все возможные значения ваших аргументов то есть у нас два аргумента позиция и бот мы просто перебираем все возможные значения и делаем ровно то же самое что мы делали в рекурсивном решении за исключением того что мы вызовы функции dp теперь заменяли заменяем прямым обращением к нашей таблице больше никаких отличий нет да и мы получаем таким образом ботова пришли и теперь последняя небольшая часть этой задачи она заключается в том что на самом деле мы можем еще эту задачу немного оптимизировать по месту тут можно опять же заметить что давайте скопируем это решение сюда вот и это будет макс профит у нас допустим что можно тут заметить мы можем заметить что мы каждый раз на самом деле обращаемся только к депи позиция плюс один то есть к следующему к следующей строчке в таблице до или колонки в зависимости от того как мы таблицу рассматриваем и получается что на каждом на каждой итерации нам нужна следующая строчка а все остальные не нужны и тут достаточно очевидное приходит в голову достаточно очевидная оптимизация по памяти это оптимизация выглядит следующим образом у нас мы нам не нужно хранить всю таблицу правильно нам нужно хранить лишь лишь следующую строчку соответственно мы допустим принимаем то что у нас последняя строчка это 00 потому что неважно чего мы делаем если мы вышли за границей массива прайсис там будет нулевой профит и теперь нам надо чуть-чуть модифицировать я обычно делаю это следующим образом то есть я депи суда и новую переменную deep old который назначают то что раньше было в депи и создаю новую переменную депи которая будет просто занулина пока что и теперь нам нужно просто ну позиция плюс один понятное дело что у нас больше не существует и и мы позицию плюс один заменяем на обращение к переменной deep old то есть это ну грубо говоря предыдущие то что мы вычислили как кусок таблицы депи который мы вычислили на предыдущем шаге то есть депи позиция плюс один мы заменяем на депи пол и депи поз это депи позиция это фактически наша текущая депи которой мы заполняем вот и это все и надо еще возвращаем и теперь понятное дело просто депи и таким образом добрый день ничего не забыл таким образом у нас это решение становится от единицы по памяти потому что по сути мы всегда храним только две переменные deep old и deep не буду сильно углубляться в подробности может быть так с насколько это не очень понятно но попробуйте сами прорешать именно таким образом и идею вы наверное поймете ну и я тут на самом деле еще чуть-чуть с 4 в том плане что я использовал такой неявный кастинг питона на самом деле чем предыдущем решении 4 то есть у нас депи от индекса фолз но понятное дело что питон тут не явно к стоит в ноль то есть мы обращаемся тут к нулевому элементу тут обращаемся к первому элементу но в целом я думаю что это и так было понятно вот и вот это вот решение уже последнее которое я показал это наверное то идеальное решение которое от вас будет ждать интервью но я наверное призову тут не пытаться сразу же написать оптимальное решение то есть когда у вас есть определенный опыт уже грубо говоря не знаю нарешали там 30 40 теперь задачи вы уверены в том что вы да сразу же сможете именно вот это оптимальное решение написать и все будет хорошо тогда да а с разбегу я все-таки рекомендую изначально писать рекурсивное решение потому что рекурсивное решение она максимально логично максимально очевидно дает правильный результат да не оптимально по памяти но при этом вы его можете быстро написать практически не задумываясь ни о чем и большинство депи задач они именно такие что вам когда видите теперь задачу это значит что в некотором смысле мозг нужно отключить потому что вы просто переписывайте решение вот так как его перевернуть это уже иногда бывает немножко трики так сказать потому что тут нужно правильный правильное направление обхода этой таблицы выйти потому что выбрать потому что вам естественно чтобы вычислить новое значение вам нужно чтобы предыдущие бранче рекурсии значение с предыдущих бранче рекурсии уже были вычислены и тут надо в правильный в правильную сторону идти по нашей таблице. Когда у нас таблица такая полуодномерная, это все очевидно. А когда у нас таблица двухмерная, уже становится чуть посложнее. Когда у нас таблица трехмерная, тут уже часто бывает тяжело. Поэтому переворачивание в bottom-up решение часто тоже отдельный челлендж. Вот. И, да, заключительные мысли это то, что 90% решений, как я уже сказал, подходят под этот шаблон. Понятное дело, что есть небольшие вариации, но тем не менее. Есть еще несколько нюансов, про которые я, возможно, расскажу в следующих видео, если таковые будут. То есть первые нюансы, то, что есть тип задач, которая называется Matrix Multiplication. Суть в том, что у нас есть, допустим, n-матриц, и нам нужно их перемножить. Мы можем просто их вглупую перемножать там по очереди все, но это не всегда оптимальное решение, потому что эти матрицы, они разного размера, и, грубо говоря, если вы умножаете там n-n-матрицу на n-n-матрицу, то это одно дело. А если вы умножаете n-n-матрицу на 1 на n-матрицу, потом получаете n-n-матрицу, и ее уже умножаете там на n-n, это будет дешевле. Вот. И суть в том, что там надо найти оптимальную расстановку скобок, чтобы эти матрицы в правильном порядке перемножить. там требуется в этой задаче чуть-чуть другая идея. То есть, да, она решается так же, да, вы просто записываете рекурсию и расставляете скобки в определенном порядке, но там нужен некий инсайт все равно. И на лидкоде есть еще одна такая же задача, которая решается подобным образом, называется Burst Bounce. И еще один нюанс, это то, что у вас дерево рекурсии, оно не всегда является деревом. То есть, иногда у вас бывает, что, чтобы вам пройти во все ветки этой рекурсии, то есть, на самом деле, корней у этого дерева может быть больше одного. И вам на самом деле одесет, когда вы вызываете всего одну функцию DP 0 false, этого может недостаточно. Вам, возможно, иногда нужно перебрать сверху все возможные значения, допустим, все позиции. Но это тоже отдельные задачи, я, возможно, потом запишу про них еще в видео. И еще один нюанс есть. То есть, тут мы, грубо говоря, просто нашли максимальный профит. Этого обычно достаточно, но иногда в задаче говорится, а какие именно транзакции вам нужно совершить, чтобы этот максимальный профит получить. И тут тоже есть, собственно, интересный нюанс в том, как, собственно, нам теперь реконструировать оптимальное решение, зная оптимальный профит, как нам, собственно, получить те транзакции, которые надо сделать, чтобы этот профит получить. Это чуть-чуть нетривиальная задача. Она обычно решается, когда мы имеем уже bottom-up решение, и мы имеем таблицу, и по этой таблице можно восстановить, собственно, те транзакции, которые нам нужны. К счастью, такие задачи попадаются достаточно редко, но, опять же, если у меня будет время, я постараюсь про них что-нибудь рассказать. Вот. Сейчас, я думаю, это все. И спасибо за просмотр. Надеюсь, это сделает вашу жизнь немного легче и демистифицирует DP задачи, потому что, на самом деле, часто люди считают, что DP это какая-то магия, опять же, составление каких-то таблиц, непонятно откуда взятых. Хотя, на самом деле, DP это просто рекурсия с просто мимоизацией, ну и уж совсем DP-DP, как бы говоря, bottom-up решение, это просто перебирание всех возможных значений для этого рекурсивного газового функции. И больше ничего. Никакой скрытой магии, никаких дополнительных инсайтов. DP задачи, это очень просто. Надеюсь, они станут в будущем для вас такими же простыми, когда вы порешаете их некоторое количество. Всем спасибо, всем пока.